МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканала Архив 24 в студии Алексей Ковтун. Это программа события дня и самые значимые и интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня в выпуске. Они направлены на прорывное социально-экономическое развитие нашей страны, повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Не инспектор, а помощник. Министр строительства ЖКХ России Владимир Якушев подвел итоги своей рабочей поездки по Карачаево-Черкесии. Среди них были дети, которым жить и жить, развиваться, покорять вершины. Берегите ваши жизни. Сегодня в Черкесске сделали необычную инсталляцию из 72 пар обуви. По числу погибших в ДТП за 10 месяцев этого года жителей Карачаева-Черкесии. Выросли немножко, вот, и ждем поскорее выписки. 470 граммов новой жизни. Врачи Республиканского перинатального центра спасают младенцев даже с экстремально низкой массой тела. А теперь об этих и других событиях подробно. Не инспектор, не проверяющий, а помощник в решении встающих перед регионом проблем. Так охарактеризовал цель и суть своего рабочего визита в Карачаево-Черкесию министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. С руководством региона и муниципалитетов он обсудил строительство жилья и сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры в республике, благоустройство территории и переселение граждан из аварийного жилья. По словам министра, задача тут не цифры и не индикаторы, а конкретные объекты для удобства и комфорта людей. Об итогах визита Владимира Якушева в КЧР расскажет моя коллега Дарья Назарова. Совещание с членами республиканского правительства и главами муниципалитетов Владимир Якушев начал с национального проекта «Жилье и городская среда». Федерального министра интересовало буквально все, сколько в республике построено жилья, как взаимодействуют между собой банки и застройщики, каких целевых показателей региону удалось достичь за текущий год и каковы перспективы на будущее. Напомним, что перед Карачаевой Черкесией была поставлена задача довести до 2024 года объемы ввода жилья до 306 тысяч квадратных метров в год. Как отметил Владимир Якушев, это выполнимо только при тесном взаимодействии региона с Минстроем России, банками, застройщиками и муниципалитетами, а власти Карачаевой Черкесской республики должны выступить в этой работе своеобразным коммуникатором. Те, скажем так, обязательства, которые взяты на себя сегодня регионом по реализации этого проекта, потому что мы же выделили финансирование с расчетом на то, что те объемы, на которые вы заявились, они должны быть построены. Мало того, что они должны быть построены, они должны быть проданы, туда должны заселиться граждане. То есть, конечный итог все-таки у нас, когда в квартире у нас живут граждане, вот тогда мы считаем, что у нас с вами проект заработал полностью. Поэтому вот это надо все сложить, и мне кажется, очень хороший задел как раз вот на протяжении, ну как минимум там трех лет, там беспроблемно можно осваивать этот участок и при этом выполнять те обязательства, которые есть в федеральном проекте. Еще один федеральный проект, детально рассмотренный на совещании, касался переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом направлении в регионе также ведется планомерная работа. И к концу 2024 года вопрос будет решен по семи многоквартирным домам, а новое место жительства обретут 172 человека. Что касается реализации проекта «Комфортная городская среда», то Владимиру Якушеву рассказали, что в ее рамках в Карачао-Черкесии было благоустроено 12 общественных территорий и 60 дворов, за что республика получила высокую оценку от федерального министра, который отметил и качество работ, и дизайн проектов, и сроки их выполнения. В качестве положительного примера он выделил Черкесск, где помимо федеральной программы по благоустройству реализуется и местная. «Те объекты, которые мы посмотрели, во всяком случае, мне кажется, очень интересные и видели сегодня очень большое количество там гаража, поэтому, видимо, эти объекты пользуются огромной популярностью. Это как раз вот задача нашего федерального проекта. Ну и, конечно, очень здорово, что помимо только федеральных денег еще находятся деньги в региональном и муниципальном бюджете для того, чтобы улучшать городскую среду, создавать новое общественное пространство. Поэтому в таком же формате эта работа должна быть продолжена». Затем Владимиру Якушеву рассказали о реализации в регионе программы капремонта. Как отметил федеральный министр, среди республик Северного Кавказа Карачао-Черкесия занимает лидирующее место по собираемости взносов – 84%. Высокую оценку Владимир Якушев дал и работе управления госжилнадзора по Карачао-Черкесской республике, которая демонстрирует лучшие показатели в стране. О входе обсуждения госпрограммы «Чистая вода» Владимир Якушев напомнил, что в этом направлении республика также может рассчитывать на поддержку Минстроя России, в том числе по привлечению дополнительных средств. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Владимира Якушева за внимание к региону, выразив уверенность, что принятые на совещание решения дадут новый импульс развитию жилищного строительства в Карачао-Черкесской республики. Президент Российской Федерации ставит нам, Владимир Владимирович Путин ставит нам очень серьезные и конкретные стратегические задачи в реализации национальных проектов. И в первую очередь они направлены на прорывное социально-экономическое развитие нашей страны, повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. И, конечно же, одним из важнейших проектов для нашей страны, как и для Карачао-Черкесии, это является проект жилье и городская среда. Поэтому то, что сейчас Владимир Владимирович сказал, я думаю, что мы сегодня все обсуждаем, выработаем совместные решения. Завершая совещание, Владимир Якушев отметил, что прибыл в Карачао-Черкесию не в качестве инспектора или контролера, а именно помощника в решении встающих перед регионом проблемных вопросов, которые должны решаться планомерно. Целью ставят не цифры и отчеты, а конкретные объекты, от которых население почувствует улучшение жизни в каждом конкретном муниципалитете. Ирина Зарова, Олег Молхожев, Архиз, 24. Добрый день. К другим новостям. Сегодня в центре республиканской столицы появилась необычная инсталляция, авторами которой стали коллектив Минпромторга, КЧР и инспекторы республиканского управления ГИБДД. 72 пары обуви по числу погибших в ДТП за 10 месяцев этого года жителей Карачао-Черкесии выстроились рядами у центрального городского парка. Мужские ботинки, женские лодочки, детские туфельки. И рядом с каждой парой годы жизни и причина смерти. Как напоминание. Берегите вашу жизнь. За 9 месяцев нынешнего года в России произошло более 85 тысяч ДТП, в которых погибло 8 тысяч человек и 110 тысяч было ранено. Статистика жертв дорожно-транспортных происшествий по нашей республике тоже не радует. За 10 месяцев на территории республики совершено 496 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 71 человек погиб, 696 получили различные себе тяжести ранения. Все основные показатели аварийности на территории республики в текущем году, к сожалению, увеличились на 10%. Жертвы ДТП – это не только погибшие. Раненые, получившие серьезные травмы, ставшие инвалидами. Их жизнь навсегда поделена на до и после аварий. Решающий фактор, приводящий к ДТП, в большинстве случаев один и тот же – несоблюдение правил. Сегодня мы представили экспозицию 72 пар обуви. Эта цифра равна количеству жертв ДТП в республике за этот год. То есть только людей погибли на наших дорогах. Здесь представлена мужская обувь в соответствии с количеством погибших мужчин. Женская обувь и, к сожалению, детская. Даже 6 пар детской обуви у нас здесь представлены. За каждой парой обуви чья-то оборвавшаяся жизнь. Если сухие цифры статистики не всегда трогают наши чувства, то обувь у проезжей части, предельно точно визуализирующая погибших на дорогах КЧР людей, по неволе заставляет задуматься. На момент гибели этой малышке было чуть больше года. Тогда в страшном ДТП вместе с ней погибла вся семья. Нынешняя акция – призыв к ответственности не только за свою, но и за чужие жизни. Водители и пешеходы не имеют права на ошибку, потому что цена ей – человеческая жизнь. Райме Шеннер, Адамир Князев, Архиз, 24. 470 граммов. Таков вес самого маленького пациента, спасенного врачами Республиканского перинатального центра Карачаева-Черкесии. Еще несколько десятилетий назад спасти младенцев с экстремально низкой массой тела не представлялось возможным. Но современный уровень медицины дарит таким малышам шанс на жизнь. Сегодня, в Международный день педиатра, мы расскажем, как в перинатальном центре Республики проходят первые месяцы жизни самых крохотных и беззащитных пациентов. Ежегодно на планете рождается около 15 миллионов недоношенных детей. В среднем – каждый десятый. Маленькому Алану уже два месяца, но он весит меньше любого здорового новорожденного и все еще не умеет дышать сам. Это за него делает аппарат искусственной вентиляции легких. Родились мы, конечно, очень маленькими. Рано. Попали сюда сразу. Переживали очень. Сейчас у нас все хорошо. На данный момент вес набираем. На сегодня мы кило 600. Выросли немножко. И ждем поскорее выписки. Таких малышей в отделении реанимации и интенсивной терапии перинатального центра привозят со всей республики. Некоторые при рождении не могут самостоятельно питаться и дышать, а некоторые даже удерживают тепло собственного тела. За всеми ними нужен глаз-до-глаз 24 часа в сутки. Каждые 2-3 часа обязательно нужно менять положение тела ребенка. Это обязательно. Современная медицина утверждает, что для новорожденных очень важен максимально ранний контакт с матерью. Идеально, если это первые минуты и часы жизни. Кстати, мамы в отделении реанимации полностью вовлечены в процесс выхаживания маленьких пациентов. Это необходимо для здоровья как матери, так и ребенка. Детки выхаживаются на груди у матери. Есть такой метод, называется метод кенгуру. То есть даже ребенок, если он даже на аппарате, он все равно находится на груди у матери. Она сидит, она держит этого ребенка. Кожа к коже. Специальность, чтобы был контакт с кожей. Особенно для женщины, которая родила раньше времени, намного раньше времени, у нее шок, у нее ужас. Но когда она понимает, что ее ребенок вот он здесь, и она дает ему молоко, это совершенно другое уже состояние. И мамы формируют свое отношение к этому ребенку совсем по-другому. Инкубаторы с системой наблюдения за ребенком, аппараты искусственной вентиляции легких и функции дыхательной поддержки. Современное оборудование помогает врачам спасать малышей даже, казалось бы, в безнадежных случаях. Кроме того, на помощь перинатальщикам всегда готовы прийти коллеги из расположенных поблизости других медучреждений республиканской столицы. После введения в строй многопрофильной детской больницы мы соединены с этим учреждением переходом комфортным, теплым. И поэтому нам на сегодня доступны консультации всех узких специалистов, которые работают в детской многопрофильной больнице. Таких как хирурги, неврологи, офтальмологи. Ну, все, что нужно нашим деткам, особенно недоношенным. За последние годы смертность среди недоношенных детей упала в 3-4 раза. Одновременно значительно выросла выживаемость глубоко недоношенных детей с массой тела до 1 килограмма. Все это стало возможно с появлением современных медицинских технологий. И, конечно, благодаря золотым рукам и сердцам специалистов перинатальных центров. Фаина Куршева, Назир Капушев, Архиз-24. Продолжаем выпуск. На календаре ноябрь, не за горами Новый год, синоптики пугают нас холодами. А жители одного из домов по улице Даватора в Черкесске зиму ждут со страхом. Из-за протечки канализации, отопления и горячего водоснабжения, их подвал каждый год заливает водой. Жильцов волнует даже несырость. Они опасаются, что само здание вскоре может рухнуть вместе с ними. Как устранить дефект? Осушен ли подвал? И главное, кто виноват в коммунальном ЧП, расскажет мой коллега Ренат Ибрагимов. Проблем у этого дома с возрастом накопилось достаточно. Но главное сейчас вечно затопленный подвал. Подмываются стены, разрушается фундамент. На весь дом распространяется ужасный запах. Грибок, плесень и огромное число насекомых. По словам жильцов, здесь ни разу не делали капитальный ремонт. А все косметические текущие работы выполняют они сами. На протяжении 20 лет мы столкнулись с такой проблемой, которая нас очень беспокоит и волнует. То есть течет у нас канализация в подвал. Все стучные воды идут в подвал. В связи с этим развелись комары летом невозможно. Потом блохи водятся. И плесень поднимается до первых этажей. На все обращения жильцов с просьбой устранить поломку коммунальщики лишь откачивают воду. Этого хватает примерно на пару недель. Потом все приходится повторять вновь. АДС, к чести сказать, они приезжают вовремя. Что-то там ковыряются, разворачиваются и уезжают. Но дело в том, что АДС ЖЭО-2 и АДС водоканала сейчас не находят общий язык. Вот эти придомовые колодцы не хотят чистить. Один на другого ссылается и в итоге колодцы переполнены, подвал заполнен водой. Дом наш 60-квартирный, но из них, наверное, третья часть, если не больше, квартиранты. Часть закрытой квартиры. А остальные долгожители, которые здесь остались, пытаемся что-то делать. У нас вот это очень плохо получается. Дом уже включен в администрацию республиканской столицы в программу капитального ремонта. Но лишь на 2023 год. Чтобы передвинуть сроки пораньше собранию собственников, необходимо принять соответствующее решение с указанием вида работ, их сроков и источником финансирования, а также утвердить смету. Если происходит подтекание труппы фасонных частей внутри подвольного помещения, то управляющая компания несет ответственность за состояние внутренней разводки в подвольном помещении. То есть и обязана устранить данные течи по заявке жильцов. После долгих разбирательств жильцы дома и управляющая компания так и не смогли прийти к общему знаменателю. Общее собрание жильцы, конечно, проведут, но также ими уже написано заявление в прокуратуру, которое, по их мнению, быстрее поможет решить коммунальную проблему. Ренат Ибрагимов, Радамир Князев, Архиз 24. И, как обычно по средам, наша рубрика «День доброй воли». Сегодня мы расскажем о нашем земляке, который, несмотря на тотальную слепоту, живет полной жизнью, учится, работает, самостоятельно справляется с делами по дому и даже играет в футбол. А еще он помогает адаптироваться в мире слепых тем, кто потерял зрение из-за травмы или болезни. О человеке с безграничными возможностями расскажет моя коллега Алина Баташева. Считается, что 90% информации человек усваивает благодаря зрению. Оставшиеся 10% распределяются между остальными органами чувств. Но, глядя на Замира, то Арчиева в этом легко усомниться. Он страдает тотальной слепотой с младенчества. Но это не мешает ему жить полноценной жизнью. Есть, которые совсем не хотят ничего делать. Вот потерял он зрение и все. Ему ничто неинтересно, никто ему не нужен. Он самим собой, уединяется сам собой и все. И жизнь практически для них не имеет смысла. Удивительно, но этой силы духа хватает не только на себя, но и на окружающих, которым Замир всегда готов прийти на помощь. Особенно тем, кто тоже потерял зрение, но уже во взрослой жизни. И потому гораздо сложнее адаптируется к новой действительности. Если честно, я как-то об этом даже не думал. Все как-то само по себе шло. Друзья всегда рядом были, друзей у меня много. И даже я, если честно, не задумывался об этом, что просто жил своей жизнью. И развивался, как мог, во всех направлениях. Глядя на коммуникабельного и позитивного Замира, понимаешь, что ограниченные возможности – это лишь рамки, которые выстраиваем для себя мы сами. А вот Замир часто встречается с друзьями и любит погонять мяч. И с домашними делами справляется сам. Даже мебель в этой комнате он собрал своими руками. В прошлый Новый год решили обновиться. Купили, как видите, в этой комнате всю мебель. И полностью сам, самостоятельно собрал вот эту мебель, что видите здесь. Ну а как это происходило? Или вы не смотрели? Я смотрела, он говорит, мама, оставь меня, я сам. Так он собрал вот эту всю мебель. Ну как-то, когда лампочки перегораются, люстра перекосилась, выключил трансформатор. Поменял проводку и свет включился. Об чарту Арчиева на сына не нарадуется, но ей до сих пор тяжело вспоминать тот момент, когда врачи поставили диагноз, прозвучавший настоящим приговором. И только теперь она начинает соглашаться с утверждением, что нет таких испытаний, которые не под силу человеку. Консилиум создали, все посмотрели и сказали, даже не могу сказать, аннулировано обоих вас, что у него это онкологическое. Я там не знаю, как выжила, профессора все вычешали и согласились в конце концов на операцию. Потом моим родителям сказали вот так вот так. Отец сказал, нет, ни в коем случае. Год ребенку, как и ягненка, говорит, я не дам. Тогда дедушка увез Замира домой. Годы спустя те же врачи не поверили, что это тот же ребенок и вполне самостоятельный. А для Замира это очень важно – делать все самому, и чтобы близкие знали, что могут на него положиться. Сейчас все его внимание приковано годовалой племяннице. С ней он выходит на прогулку, с третьего этажа сам несет малышку на руках, готов дарить ей большую часть своего времени и вместе с девочкой радоваться новым открытиям. Алина Баташева, Назиркапушев, Роман Нагаев, Архыз, 24. Инстаграм отказался от лайков. С этого месяца популярная социальная сеть в тестовом режиме запустила функцию, которая скрывает счетчик лайков под чужими постами. То есть лайкать-то можно, а вот увидеть, сколько человек это сделали вместе с тобой, способен увидеть только сам владелец аккаунта. Администрация Инстаграма объясняет нововведение желанием, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, а не на лайках под ними. И все бы ничего, если бы сокрытие лайков не сказалось негативно на блогерах, которые зарабатывают с помощью соцсетей. Журналисты Архыз, 24, вышли на улицы Черкеска с камерой, микрофоном и вопросом, как рядовые пользователи Инстаграм отнеслись к пропаже счетчика лайков под постами. Как вы относитесь к тому, что Инстаграм убирает лайки? Отношусь очень даже положительно. То есть никто не будет гоняться за лайками, будет побольше интересного контента. Люди будут стараться выкладывать действительно что-то значимое, а не там все подряд, да? Я против этого, потому что неудобно. Лично для меня. Потому что, если я хочу посмотреть, например, сколько количество лайков мне не показывает. Неудобно следить за людьми. А зачем, например, видеть, какая разница? Сам же пользователь все равно будет видеть, а другие не видят. Да, вдруг они потом будут говорить, вот у него больше лайков, а у меня меньше лайков. Или еще что-то, и отсюда зависть. Меньше люди знают, меньше люди знают, больше спят. Я за, и лучше пусть Инстаграм удалят. Ну, какая-то должна быть причина? В АК вперед. Я отношусь отрицательно к этому. Я против того, чтобы выбирали лайки. Потому что? Потому что блогеры не будут видеть активность людей, отдачу взаимную. Сейчас Инстаграм по большей степени людей зомбирует, как по мне. И, в принципе, я думаю, даже будет лучше, если люди начнут учаться от Инстаграма по этим путем. Как по мне так. Инстаграм убирает лайки. Я не пользуюсь Инстаграмом. И в завершении выпуска. Произвести перенастройку телеканалов на своем приемном оборудовании. Запустить функцию автопоиска каналов или осуществить настройку телеканалов вручную. Дополнительную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф, а также позвонив на горячую линию по номеру 8-87-82-2807-93. Такими, на наш взгляд, были основные события этого дня. Напоминаем. Все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева Черкесии на нашем телеканале Архиз-24. Номер телефона редакции 23 89 40, код города 8 782. Всего вам доброго. Оставайтесь вместе с нами. Удачи.